В городе работает совместный проект Смоленской АЭС и администрации Десногорска «Любимый город». Уже ряд объектов в первой школе сданы или близятся к завершению. Вот градообразующее предприятие совместно с администрацией города Десногорска реализует социальные проекты, программы в школах. В частности, у нас в школе заменены оконные блоки на первом этаже и на третьем этаже. Выполнен ремонт малого спортивного зала. Такой красивый, раньше он был некрасивый, а сейчас можно в нем играть, сидеть. Пол покрасили, кольца новые, стены покрасили, мячей много. Мы приходим с одноклассниками, нам интересно поиграть в баскетбол. Восторг от ярких красок, радость на душе, что все-таки нам отремонтировали, потому что зал давно не ремонтировался. Самое главное, что дети очень радовались. Столько было эмоций восхитительных. Так что мы очень рады. Отремонтирован теплоузел, подача отопления в теплицу и гаражи. Продолжается ремонт теплицы. Идут работы по ремонту бассейна. Все работы, которые ведутся в нашей школе, находятся под контролем главы администрации Андрея Николаевича. В детском саду Ивушка построена современная спортивная площадка с мягким резиновым покрытием. И установлены новые игровые формы. В этом году мы участвовали в конкурсе, который проводился фондом содействия развитию муниципальных образований, ассоциация территорий развития атомных электростанций. И на этот конкурс мы представили проект. Наш проект назывался «Я житель сказочного Атомграда на Десне». В свой проект мы включили для развития двигательной активности строительство мини-футбольного поля с устройством резинового безопасного покрытия. А также приобретение оборудования. Это мишени, стенки для лазания, тренажеры и так далее. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в наш проект мы включили приобретение оборудования. Это карусель для детей-колясочников и песочница. Также для уединения детей мы планировали приобретение малых игровых форм, таких как паровозик, домик и так далее. И вот благодаря участию в этих конкурсах нам удается решать ряд очень важных проблем. Мы хотим выразить слова благодарности Госкорпорации «Росатом» за организацию подобного рода конкурсов. Администрация города нам также всячески оказывала содействие для участия в этом конкурсе и курирует все работы, которые проводятся на территории дошкольного учреждения. Это и строительство игровой площадки спортивной, и устройство игрового оборудования, полностью контроль со стороны администрации. О том, как идут работы по дорожной карте проекта «Любимый город», мы расскажем вам в следующих передачах «Открытая власть». Редактор субтитров А.Семкин